Тегеранская рамочная конвенция Я напомню основные особенности этой конвенции. Да, и скажу такое, что то, что я сейчас скажу, это повторение того, что мы официально заявляли недавно на Международном экономическом форуме «Каспийский диалог», который состоялся в Москве в мае этого года. А перед этим где-то в апреле работала рабочая группа по подготовке предложений к совершенствованию этой тегеранской рамочной конвенции. Ну, как наш ведущий сказал, что эта конвенция – это юридически обязывающее соглашение при Каспийских стран, и благородная цель этой конвенции тоже очевидная. Это защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая сохранение, восстановление и рациональное использование его биологических ресурсов. Очень важная сама конвенция, она имеет очень важный инструмент. Ее основным инструментом является Каспийская экологическая программа, которая действует под эгидой ЮНЕП и координирует стратегические и национальные планы действий. Реализация этих планов, она отражена в протоколах Тегеранской рамочной конвенции, которые нацелены на решение четырех задач, которые перечислены на этом слайде. Это сохранение биологического разнообразия, защита Каспий от загрязнения и наземных источников, сотрудничество в случае аварийного загрязнения моря нефтью и оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Ну, вот эти благородные цели, мы видим, что реализовать их не так-то легко. Почему? Здесь мы видим, что основные социально-экономические рамки реализации этой конвенции заключаются вот в чем. Первое. Вот богатейшие запасы углеводородного сырья Каспийского региона, они сейчас стали центром притяжения мировой экономики. Здесь развернута третья, наиболее мощная волна экспансии нефтегазодобывающей промышленности, и сюда ринулись нефтедобывающие, транснациональные нефтедобывающие компании разного калибра, от мелких до очень крупных. Второе. Мы знаем, что это у нас уже становится очевидной на наших глазах, это угроза прогрессирующего омертвления Каспия, то есть деградации уникального биологического разнообразия этой экосистемы. Еще одна особенность. Возник ряд острых, ну там, где нефть, там и конфликты. Это ряд острых или тлеющих социально-экономических, политических, межнациональных, межрелигиозных и тому подобное конфликтов. Усилена милитаризация региона. И в результате мы видим, что страны прикаспийского, прикаспийских государств до сих пор, уже который год, не могут толком договориться относительно правового статуса моря. Вот Каспия. Отсюда, отсюда сама собой и напрашивается критика этой конвенции и Каспийской экологической программы. Мы полагаем, мы считаем, что эта конвенция и Каспийская экологическая программа во многом лишь декларируют необходимость защиты Каспия, но не достигают этой цели. Я думаю, что в этой конвенции все вопросы взяты намного шире, чем мы до сих пор сейчас говорили. Потому что я согласен с тем, что ожидание тех людей, которые думали о том, что после подписания конвенции сразу же они почувствуют улучшение экологической ситуации Каспийского моря. Я думаю, что этого и не стоило ожидать, потому что, как видно из названия конвенции, это рамочная конвенция. То есть оно определяет рамки взаимодействия, рамки сотрудничества всех пяти перекаспийских стран в стремлении, в желании решать вопросы двухсторонним, многосторонним или национальном уровне. Это, скажем, политическая воля, и как было совершенно правильно отмечено российской коллегой, это единственный на данный момент, скажем, юридически обязательный документ. К сожалению, это тоже было отмечено, что конвенция о правовом статусе, рамочная конвенция о правовом статусе Каспийского моря пока что обсуждается. Нет еще, он еще, этот документ полностью не согласован. Поэтому я хочу сказать, что это говорит о том, что все пять стран изъявили желание и согласились в том, что экологические проблемы не ждут решения каких-то других политических вопросов. И они должны решаться сразу же, то есть срочно. И в этой конвенции, конвенция является, скажем, инструментом, и его, скажем, инструментом не является Каспийская экологическая программа. Это программа, которая уже на протяжении 14 лет существует, но она, значит, конкретно охватывает разные проекты на эту тему, на тему Каспия. И в то же время комменцией занимается секториат этой комменцией и управляется, то есть организационной структурой комменцией является секториат. И в комменции упоминается очень много, кроме того, чтобы у комменции есть принципы, вообще известные принципы, один из принципов о загрязнении платит, другой принцип, значит, право на получение информации о загрязнении, о экологическом состоянии Каспийского моря. И еще один, там три принципа. Третий принцип – это принцип принятия мер, то есть независимо от того, есть ли достаточно научные данные по какой-то ситуации, мы приняли на себя обязательство принимать превентивные меры по защите экологии Каспийского моря. И в этой комменции несколько направлений, основным направлением, самым главным, скажем, направлением является уменьшение и защита загрязнения Каспийского моря от изназемных источников. То есть всем известно, что основное загрязнение Каспийского моря – это загрязнение из суши, из наземных источков, и самое главное здесь – загрязнение, привносимое реками. То есть вдоль рек вся инфраструктура, население, все промышленные объекты и так далее вдоль рек, то есть, скажем, сбрасывают свои источные и промышленные воды в эти реки, и в конце концов это все попадает в Каспийское море. И, кроме того, в этой комменции предполагается принятие мер по защите от загрязнения, скажем, судов, загрязнения от деятельности, проводимого в море, защита от загрязнения сбросом. В то же время, как было отмечено совершенно правильно, защита биоразнообразия Каспийского моря, который является неприемлемой частью этой комменции. Потом здесь есть оценка воздействия на окружающую среду в загрязненном контексте, мониторинг совместный, проблемы, связанные с управлением сушей, которая находится непосредственно в близости от моря и так далее. То есть, эта комменция охватывает, как я уже сказал, паровые механизмы, и он предполагает конкретные меры только в рамках протоколов к ним. То есть, по разным направлениям специфическим разрабатываются протоколы, которые уже конкретные меры, конкретные действия предполагают. То есть, и поэтому были выбраны самые важные, самые приоритетные направления, которые связаны с окружающей среду Каспия. И самым первым начали разрабатывать приоритетный протокол по защите загрязнений в море от наземных источков. В то же время протокол о сохранении биологического разнообразия, протокол оценки воздействия на окружающую среду в транскраническом контексте, и протокол, который охватывает вопросы сотрудничества в случаях аварийного загрязнения моря, связанных нефтяными разливами. Мало кто реально занимается делами Каспии, а это нужно ускорять. В мире происходят очень серьезные глобальные вещи, с изменением климата связанные. Вот уровень Каспии поднялся, у нас тоже затопились много скважин, старых скважин, которые тоже выбрасывают нефть. До сих пор мы никак не можем их убрать. Это очень серьезно и опасно, ведь микронные толщины нефтяная пленка уничтожает все живое на глубину до двух метров. Насколько она опаснее, чем, допустим, те же источные воды. Но в советское время шельф Каспии – это была заповедная зона. Россия, Казахстан, в общем-то, чтили это. В основном, там, смотрите, смотрели за природой. Но это обнаружено нефть после развала Союза. Вот их всех, как вам сказать, заворожило, что ли. У нас была авария в советское время на месторожении Тенгиз. Значит, 14 месяцев горела скважина. Ее не могли потушить, весь мир тушил. Еле-еле ее все-таки потушили, там, вплоть до, как говорят, сделан был атомный взрыв, чтобы сместить пласты. Там буровые трубы выбрасывало, как выплевывала эта скважина. Тысяча атмосфер давления. Если с таким давлением человека направить в воду, то его режут, как масло. Это сумасшедшее давление. И вот мы делали экспертизу, экологическую экспертизу проекта «Кашаган». Это самый крупный проект, международные консорции участвуют. Мы убедились, что никакой защиты Каспии не будет в случае аварии. Значит, вот такое сверхвысокое давление, это сумасшедшее давление, высокое содержание серы и всего остального. Кроме этого, значит, при разработке там будут тысячи километров трубопровода. Вот представьте, под таким давлением, значит, это будет ходить нефть в этих трубах. Созданы будут 40 с лишним островов. Это колоссальная индустрия. А ведь шельф Каспии – это средняя глубина всего 80 сантиметров. То есть там даже если авария произойдет, то ее потушить невозможно будет. И вот никакие сточные воды тут ничего не спасут. Одной аварии достаточно, чтобы все уничтожить живое в Каспии. И шельф Каспии – это, можно сказать, колыбель. Колыбель всего живого Каспия. Все, что создается, там как раз и развивается. Самая главная ценность, конечно, Каспия была осетры. Миллионы лет или сколько там лет они существовали, вот теперь человек пришел, уничтожает их. Сегодня даже почти отловить не могут то, что нужно для восстановления рыбных запасов. Сейчас резко упала, значит, продуктивность моря. Мало того, каждый год у нас гибнут массами тюлени, тоже эндемики. Это все как раз эти загрязнения. Если по Волге раньше, ну, когда это была мощная нерестовая река, сегодня она вся переворожена. И мало того, те же сточные воды, промышленные, не только бытовые, все стекается в Каспий. Единственная была река, вот этот Урал, но браконьерство тоже. И мало того, разбирают ее воду, она нормально-то и не течет уже. Одним словом, проблем колоссальное количество. Я так убежден, что эти проблемы никогда не решатся, пока общество, люди и главное государство начнут задумываться более серьезно. Продолжение следует...